Номер 906. События дня. Колоссинам 3.23. И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа. За 9 июня 2018 года. «Знаю, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет ли соприятия?» Сергей Игнатов пишет. «По милости Божией, то и молитвам, мои шаги в защиту чистоты православной веры становятся всё твёрже, а нападение пастырей, наёмников, попирающих каноны Христовой, апостольской, православной церкви, всё агрессивней. 9 июня 2016 года. На вечернем богослужении настоятель свято-тихоновского прихода в городе Угледарь Донецкой епархии, отец Николай Шипилов, через своего молодого священника отца Виталия передал мне, что наложил на меня эпитемию и отказал мне в помазании маслом моего чела. Значит, у священника навыка наложения эпитемии видно, что никакого нету. Где он нашёл? Какое правило? Эпитемия на всё указана. Вот Василия Великого, второе правило. Женщина сделала аборт, убила ребёнка в Ащебе. 10 лет. Волшебцем занимался человек там, Кашпировский. 18 лет. Приравниваться к вольному убийству. Здесь не будет мазать. Ну и не будет мазать и что? Он тебя обличил, сказал, а ты его ещё больше оттолкнул. Если он не прав, то ещё более неправ сделается. А если прав, то это беззаконие, на тебя пойдёт, ты безблагодатный будешь. Чем вызвано такое решение настоятеля? Он не объявлял. Это вообще беззаконие. Но этому предшествовало моё обличание негодной практики псевдокрещения путём мочения головы. А также моё заявление, что я крещён путём трёхкратного погружения, так как в детстве меня тоже мочили. Они крестили по канонам церкви. Кроме этого, я всегда публикую в интернете ваше приглашение на летний православно-трудовой отдых родителей с детьми словопотеряевку. И предлагаю ревностным христианам собираться при храме или на дому для изучения священного писания и канона в церкви. Для создания в перспективе общины, подобной крестово-здвиженской. Как дальше будут развиваться события, сообщу в интернете. Храни, Господи, тебя мой духовный отец Игнатий Тихонович и твоих ближних. Прошу молитву за меня, сына Рустика, что на Урале болящего сына Сергея, и мою спараптивую жену Румию, Раису по крещению. Это уже 10 июня, пишет он, в 2018 году, прихожанин свято-тихоновского храма в городе Угледар Иганецкой пархии Игнатовых Сергеев. За 10-е, приходится сказать за 10-е, у меня день рождения, день ангела, как принято говорить, 79 лет. 79 заканчиваются, последние минуты. Ну что, события дня. Сестры наши здесь Марина Христианка с дочерью Полиной, и Фросиня Дробот, и ее братишка Нестор, А они тут занимались строением, все лагерное перешло в музей. Там помыли, убирают. А мы с Володей на Рыжковский пруд, там где прорвало, прорва огромная, просто огромная, 33 кубометра, примерно, земли унесло. Это все надо восполнить. Как будет, пока не знаем. Ну, разобрали, вынесли. Комарья, мошек, числа нету. И кусают, интересная реакция. Я же все в комнате до этого сидел, зиму-то. Ну, прям кровью заливается все. И на лице особенно, заметно. Ну, когда все это сделали, а кто-то еще накануне пятницу позвонил, такой-то, такой, звонит прокурор из Барнаула, приготовьтесь встречать. На вас много жалоб. Я говорю, ну, что-то не сходится. Это, в первую очередь, прокуратура не предупреждает, ей это не надо. Расплох захватить. Второе, на субботу. Да на субботу они там залились, не на пляже, да и. Вот. Дальше. Много жалоб. Ни одной жалобы нет. Не то, что много, а ни одной. Я только благодарности. Ну, в жизни все бывает. Я все-таки предупредил. Комнаты заперли. Каждый своим делом занимается. Никого нигде нету. Но я телефон записал, могу его публиковать. То есть пытается, как бы, шибить. Вот, накануне. Дня моего рождения. Ну, что, вечерняя была вечером. Чем мазать, как мазать лицо, не знаю. А здесь же вас сильно спросил. А у ней в холодильнике сметана. Сметаной намазал. Вроде бы, маленько опала припухлость. Думаю, сейчас это у меня что, пот? Глаза заливает. И солнце. О, ничего говорить. Все испорчены. Ну, вот так. Будут развиваться как события. Сообщу. Ксения. Бесконечное благодарение Христу за ваше Игнатия Тихоновича рождение. Поздравляем сердечно вас и всех христиан, обращенными через вас. Видите, это все понимает. Обращенными. Это как делает Господь. Всех, кто вас любит и кто вами дорожит. Многое лето вам, дорогой наш Игнатий Тихонович. Во славу Божию. Аллилуйя. Ростик. Вы правы, Игнатий Тихонович. У меня внутри есть дух волчий. Дух волчий, злой. Его нужно выгонять. Усиленные молитвы и постум. Вы всегда правы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восписательных знаков. Помолитесь, пожалуйста, чтобы этот дух покинул меня. Так как он меня тянет в армию. Хочет, чтобы я брал в руки оружие и убивал людей. Я это сегодня осознал. А теперь буду стараться работать в нужном направлении. Слава Христу. Это вот вчерашний день. А мы все когда сделали, решили в этом Рыжковском пруду искупаться. А там только сошли в воду. А под водой сучков. Это бобер их все утопил там. И землей придавил илом. Так они не могут. И как-то он их приляпал. Ну, давай вытаскивать, проход сделать. И только от берега чуть отплыл. Поднял руки и даже с руками скрылся. А до этого поперек переходили. Там, где более глубокое даже. Но самое больше по пояс. Больше не было. То есть очень заметно. А теперь сток воды на 12 метров дальше. Я вчера замерил. Эти кубометы руками не натаскаешься. А кого людей-то нет. Был бы Китай. Дело другое. Ну, посмотрим Игорю. Поговорю. Может быть, он там машина-кун называется. Впереди давит. Там грузит зерно. Ну, вот такое дело. Суббота. В бане. Попарились. Там надо смотреть, чтобы сразу открывали. Как все попарились. Иначе она сопрели. Ушли, уходят молиться. Я заглянул заперто, намертво. А там пар такой стоит. Ну, вот такой. Вот день. События дни. А какие события? Как будто еще и не так. В дребезге на работе. Володя один кидает. Я покидал. А потом взяли воды с собой пить. Не воды, а березовки. Я глотнул. Встала в груди вода. Нигде не заткнуло дыхание. Я же сознание, кажется, помутилось. Потом кое-как прошло. Что это такое? Нигде ничего не болит. Слава Богу. У людей намного хуже. Ожидаем гостей. Дальше как будет. Наши ресурсы. Каждое утро надо составлять события дня. Наши ресурсы. Это мой мир. Вот по нему сообщаются фотографии. Присылаю. Ну, наш ленточный, так называемый, православный форум. Это наш видеоканал. Вот он как выглядит. Сегодня еще выставил. Восемь. Такого на сегодняшний день конкретно. Тут свежие только занятия по изучению Библии. Все у нас пока. Вот мы смотрим. Здесь 20 119 подписчиков. 19 960 просмотров. Ну, кто-то говорит, это неправильно. Это кто-то нагоняет. Не знаю. Зачитаю то, что есть. Ночью сверкала молния. Дождик небольшой. Все-таки. Вот работаю. Еще непочатый край. Даже непочатый. Ну, так приятно. Делаешь и перспективы. И думаешь, еще весна будет. Но столько воды на Рыжевском пруд. Раза в три увеличился по поверхности. Ну, и в глубину. Раза в три не меньше. Так это еще не все. Но если вода будет нормально стекать, сделаем как по-другому. То на следующий год еще больше будет воды. А вот рыбу-то не запустили никакой нынче. Ну, вот на этом все сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова